Смотрите сегодня выпуски. Тушите свет. Депутаты Верховной Рады Украины о возможной энергоблокаде Крыма. Своих не бросаем. В Киеве 8 ноября пройдет акция в поддержку крымчанина, политзаключенного Геннадия Афанасьева. Стратегия возвращения Крыма, как непринятие документа, отражается на жизни граждан страны. Праздник оккупации крымчане отмечают День единства. Поддержать временную энергоблокаду Крыма лидер Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров призвал президента Украины, депутатов Верховной Рады и правительства страны. Свою точку зрения он озвучил в стенах парламента 4 ноября. Говорит, что обратиться к депутатам его заставило бедственное положение коренного народа в оккупации. Напомним, ФСБ России провело ряд обысков в квартирах журналистов и собственника телеканала АТР. По мнению Рифата Чубарова, энергоблокада – единственный способ повлиять на оккупационные власти в Крыму. Мы требуем, чтобы уряд хотя бы на 2-3 дни, но не меньше, остановил поставление электроэнергии. Для того, чтобы те мореонетки, которые поставлены Кремлем, чтобы они остановились хотя бы в какой-то ситуации, хай воно и меньше жахливо, чем крымские татары там остановились, но чтобы они до того, чтобы идти и бить двери крымских татар, открывать ногами цими солдатами в масках, чтобы они знали, что они будут в какой-то мере покараны. А вот другой крымчанин, бывший представитель президента Украины на полуострове Сергей Куницын считает, что прекращать энергоснабжение на долгое время нельзя, максимум на 2-3 дня. Окупационная власть не сможет обеспечить людей электроэнергией даже в медицинских учреждениях. Не поможет и Россия. А это приведет к тому, что могут пострадать невинные люди. Камыш-Буронская станция в Керчи, она обеспечит только город Керчь. Севастопольская станция, даже город Севастополь не обеспечит. ГРЭС в Симферополе не обеспечит Симферополя даже наполовину. То есть, витряки там есть, но их мощность чрезмерно мала. Поэтому даже... Не, слушайте, генераторы – это несерьезно все. Представьте себе, сколько надо генераторов, какой мощности и сколько дизельного топлива для того, чтобы обеспечить Крым. Это утопия. Совсем осторожно к вопросу энергоблокады подходит председатель подкомитета по международно-правовым вопросам и внутренне перемещенным лицам Георгий Лагвинский. Мы шукаем по-разумению в парламенте. Есть много депутатов, которые говорят, что в связи с тем, что есть определенные загрозы с боку Российской Федерации, именно то мы не можем сейчас прекратить постачание. Есть кто, кто считает, что мы должны идти этим шляхом. То есть, это по-разумению мы шукаем. Кабеляц был изготовлен таким чином, что постачание, например, в некоторых областях Украины будет зависеть из России. Но они смогут вымкнуть тоже с электропостачания нам. По его мнению, вопрос прекращения энергоснабжения нужно согласовывать с Министерством энергетики и угольной промышленности. Сейчас же народные избранники обсуждают это в комитетах, чтобы подстраховаться и продумать варианты с минимальным ущербом для материковой части Украины. Так как велика вероятность того, что Россия применит зеркальные меры и прекратит поставки электричества в восточные области страны. Акция в поддержку политзаключенного Геннадия Афанасьева пройдет 8 ноября в Киеве. Она приурочена к 25-летию узника. На Софиевской площади столицы в 16.00 в этот день начнут собирать подарки для Гены. Организаторы акции, правозащитники и друзья призывают присоединиться всех неравнодушных. Для Афанасьева можно принести книги, но обязательно на русском и не политического характера. Иначе их ему просто не отдадут. Все собранное активисты передадут Геннадию в колонию. Кроме того, можно приносить какие-то сладости, какие-то там, я не знаю, варенье, что-то в этом роде. Ну то есть что-то такое, что не вызовет никакого подозрения. Ну и конечно же будет возможность отправить открытки. Опять же, все должно быть на русском языке. Либо принести свои открытки можно, либо подписать те, которые мы принесем туда. Ну и письма. Напомним, Геннадия Афанасьева осудили по так называемому делу крымских террористов. ФСБ задержало его 9 мая прошлого года на полуострове. Впоследствии он признал себя виновным и подписал показания на других задержанных. Афанасьев осужден на 7 лет колонии. В июле этого года на суде над политузниками Сенцовым и Кольченко он открыто заявил, что все его показания были даны под пытками. Сейчас Афанасьев в колонии республики Коми. Его перевели на строгие условия содержания. Но он готов это выдержать. Об этом пишет друзьям. Украинское представительство Amnesty International призывает неравнодушных писать в Генпрокуратуру РФ с требованием защитить Афанасьева от преследований и пыток. Друзья, Геннадий отзывается о нем как о очень жизнерадостном человеке. И сейчас, исполненном позитивных мыслей. Недавно к нему смогла попасть мать. Она переживает. В Коми уже снег. А политузнику выдали незастегивающуюся робу. И не меняет ее. Говорят, нет ресурсов. Мама, конечно, переживает. Но Гена молодец. Передает всем приветы. Он очень рад, что мы организовали его выставку в Киеве в августе месяце. Друзья надеются, что когда Геннадий выйдет на свободу, он сможет реализовать новое направление своего увлечения – пейзажную фотосъемку. Раньше он был больше увлечен портретной фотографией. Они рассчитывают, что освобождение политузника все же произойдет. Надеются, что его смогут обменять. Вопрос возвращения Крыма под контроль Украины должен рассматриваться в рамках переговоров о прекращении войны на Донбассе. Об этом заявляет глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря. По его мнению, отсутствие крымского вопроса в переговорных процессах между Украиной, Россией и Европой откладывает процесс до оккупации полуострова. Той формат, который сейчас относится к искусству мирного регулирования на сходе Украины, на Донбассе, Крым до него не включен. Минский формат, нормандский формат, он не относится Крыму. Поэтому одна из констатаций, у нас есть вакуум или отсутствие стабильного, надежного, переговорного, международного формата, кроме пока что Организации Объединенных Наций, где Россия имеет право в это, что до повернения Крыма. Если бы крымский вопрос был включен в повестку дня международных переговоров относительно ситуации в Украине, это заставило бы власти более оперативно работать над подготовкой и принятием стратегии возвращения полуострова, считает коллега Немыря, член межфракционного объединения Крым Валерий Пацкан. Крым должен быть номер один после вопроса завершения войны. Безумовно. Или в контексте разом вырешиваться. Мои бачения в контексте, чтобы разом вырешиваться. Отметим, за полтора года российской оккупации от политиков и чиновников звучало немало обещаний относительно разработки стратегии возвращения полуострова под контроль Украины. Среди прочих это обещал и президент Петр Порошенко. Сегодня стратегия завершается уже как целесный документ в Раде национальной безопасности и обороны. И она будет презентована ближайшим временем. Но Крым остается нашим первым приоритетом. Просто у меня предупреждение держаться. Эти слова прозвучали полгода назад. Однако в итоге о судьбе документа больше ничего не известно. Не знают о нем ни в Кабмине, ни в парламенте. А у крымчан по обе стороны перешейка с тех пор продолжаются проблемы, связанные с неурегулированностью действующего законодательства и непонятными правилами игры, которые не дают ответа на вопрос, как им жить дальше. Отсутствие стратегии возвращения Крыма также способствует продолжению репрессий в отношении граждан Украины за перекопом. Отсутствие государственной стратегии возвращения Крыма также создает почву для многочисленных нарушений прав переселенцев. Как отмечают общественники, происходит это именно из-за отсутствия четких правил работы государственных органов с теми, кто был вынужден покинуть свои дома. Исправлять ситуацию пока удается на ходу усилиями экспертного сообщества, которое уже больше года, по сути, выполняет функцию государства. На оккупированном полуострове сегодня, выходной, 4 ноября, в Российской Федерации празднуется так называемый День народного единства. Праздник этот был учрежден федеральным законом о днях воинской славы России еще в декабре 2004 года. Второй раз после аннексии Крыма Россия и его жители не ходят в этот день на работу и на учебу. Накануне мероприятия на торжественном заседании Госсовета так называемые руководители Крыма выступили советско-паркетными патриотическими речами по случаю торжества. Крымчан поддержала вся многонациональная Россия. Крым стал символом народного единства и российской государственной идеи. И сегодня мы ощущаем огромную поддержку президента и правительства нашей страны, всего российского народа. А вот так называемый спикер Крыма Владимир Константинов в своей поздравительной речи говорил не о празднике, а как это ни странно, об Украине и о светлом, но далеком будущем полуострова. Нам с вами предстоит упорный труд по созданию в Крыму полноценного, процветающего, экономически эффективного российского региона. По мере того, как мы приступаем к осуществлению программы экономической модернизации республики, выясняется, что расстаться с украинским прошлым так просто и безболезненно, как бы нам хотелось, не получается. С утра на главных пропагандистских каналах россиян гипнотизируют видные деятели культуры и искусств, убеждают граждан необъятные во имя страны жить в трудностях и терпеть. У нас на дворе нелегкие времена, у нас кризис, нам трудно, уменьшается достаток. Конечно, это очень тяжело. А посмотрите, какие угрозы. И именно в это трудное время драгоценно наше единство, драгоценно наше братство. Россия – страна, которая соединялась в нерасчленимую общность именно в часы великих напастей и трудов. И сегодня мы не страшимся этих трудностей, не страшимся этих напастей, но соединяемся в наш государственный народный монолит. На самом деле День народного единства учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически это связано с окончанием смутного времени в России в 17 веке. Знают ли об этом крымчане, журналисты службы новостей «Волна» решили поинтересоваться на улицах Симферополя. 4 ноября – день единства, насколько я помню, в России. Ну, и, честно говоря, нет. Хотел узнать, но и так и не залез в интернет. Многое означает. Я родилась в Крыму. Так что, в общем-то, это для меня очень важно все. Что-то с историей связано. Что празднует – это правильно. Это я вам точно говорю. А День единства – это я не знаю. Я не могу так вот ответить одним словом, если честно. День, день, день. Не солидарность, а как его. Потому что Россия празднует, и мы празднуем. Я тебя не имею, честно. Ну, в принципе, я только 1 мая, 9 мая приветствую. Как бы остальное я не знаю. С 2014 года аннексированный Крым и Севастополь фактически находятся под контролем России и в ее правовом поле. Однако 27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины, объявив общекрымский референдум 16 марта 2014 года нелегитимным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова